всем привет я жду пока подсоединяться можете пока задавать какие-то вопросики сегодня буду выбирать победителя среди тех кто написал под постом мебал пост в общем про мою клинику где я вела беременность и мы свои клиники разыгрываем сейчас либо планирование либо ведение беременности нужно было под комментариями написать что вы хотите о планировании беременности либо ведение беременности служа беременны и среди комментариев сейчас будем выбирать победителя малышка спит и этики слишком меньше расстраивайся это я основном ты не расстраиваюсь просто опять же я ненавижу вранье ненавижу когда дело касается меня моей репутации никому не позволю убрать так что ндр не идешь на как а вот так не иду спасибо большое нет меня никто не хейтит но на протяжении двух месяцев уже придумал всякую фигню в общем я немножко не об этом сегодня разыгрываем планирование либо ведение беременности я думала долго как сделать правильно либо рандомного так вот самой выбирать в комментарии тыкать пальцем либо все-таки выбрать приложение рандомайзер где выбирает сам комментарий вот и подумал что все таки если рандомно мне дадут человек это будет ну гораздо удобнее и правильнее как вы думаете или пальцем искать мне просто кажется через рандомайзер более будет правильней месяц уже нового ухажера ну слушайте я не заинтересован сейчас в отношениях а ухажеры есть у каждой девушки но нет ни с кем не общаюсь нет так значит вот у меня есть приложение мой второй телефон старенький значит случайный комментарий в инстаграме тут я вожу ссылку на пост нажимаю выбрать немного подождите ждем так сейчас увидим победителя вот этот пост тут написано правило это вот мой текст тун-тун-тун-тун-тун-тун кто там случайный ну здесь огонек просто мне кажется это не не то нужно было написать либо видение либо планирование беременности тут просто смайлики правильно понимаю да дальше тогда смотрим так где выбрать так еще раз ввожу ссылку видно же видно вставить выбрать ждем с мамой с мамой милана спит смотрим 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 у нас есть победитель введение беременности нужно проверить еще подписки с нам подписаны на меня на моего доктора и на клинику значит выиграла а точка ев 26 и человек должен быть но в москве естественно потому что клиника находится в москве так как написать сообщение блин как то сделать так перейти в приложение да блин стой не потеряйся на нас придел скрин и круче все увидели победителя сейчас я попробую ей написать как-то копирую ссылку так 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 где она окуплено либо я туплю либо я не знаю а его чё-то там сейчас на скрин есть так щас секундочку я подключаю на ваши вопросы нужно понять выполнила ли девушка все правило так агапова екатерина написать так вы вместе подписаны на ирину пингвинову еще два человека скорее всего да два человека это как раз таки клиника вот у нас есть победитель агапова екатерина выигрывает введение беременности я поздравляю есть не свяжусь надеюсь что она не будет или планирование беременности в общем здесь не будет возможность ходить в клинику опять вот еще важно важна возможность да и тогда это будет будет наш победитель если в случае того что она откажется естественно мы выберем еще раз победителя вот так остальные не расстраивайтесь любом случае удачи всем планирование беременности введение беременности я рада что я доверила своей клинике потому что я очень переживала когда была на островах там не было ни врачей ничего единственно что мне делали это узи все больше ничего никаких анализов и в 26 недель я прилетела уже в москву и пришла эту эту клинику а еще классное было совпадение до беременности за две недели до того как я забеременела вообще улетела на остров я приходила первый раз эту клинику просто сдавала все анализы ну как этот раз год и всегда проверяюсь вот сдала анализы через две недели я полетела на остров забеременела и просто я не знаю как так получилось что судьба меня свала еще раз этой клиникой и в мою мою беременность вели уже они с 26 неделя но я прям рада потому что не он не на оплату на мой врач и она даже готова была ко мне приехать в роддом потому что я была одна я писала и говорю мне страшно ник никого рядом нету и она была даже готова приехать но я ее остановил она просто со мной была на связи по телефону так еще раз поздравляю победителя когда малышку нам покажешь я еще не готова не готова не скоро скоро покажу на самом деле но не так скоро как многим бы хотелось почему алина сказала что тебя не звали а я не знаю почему алина не может мне сказать что-то в лицо когда я в принципе несколько раз уже за месяц с ней пересекалась не знаю почему она в лицо не может сказать только в своих прямых эфирах но люди вот такие вот у нас нынче рождение кстати спросите у стец я думаю это странно если без приглашения кто-то пришла может быть им обидно что их на другие дни рождения не позвали там к милене к ире пинчук возможно поэтому так у меня еще достали вот реально все эти разборки им так всем не имется вот правда вот просто чего ко мне пристали ну если вы счастливы у вас крутые отношения вы счастливый человек у вас жизни все классно вас везде зовут вы успешны прекрасные полны любви волшебства чем от мне это надо оставьте меня дать я спокойно в воспитываю ребенка никого не трогать чё ко мне пристали ну правда видимо не так все хорошо в жизни что-то засветляет дурацкий фильтр так купи нападешь мы не общаемся с купили поэтому не иду почему так много спроса вообще про это день рождения нет не общаемся поэтому естественно не это нормально ирина когда будете разыгрывать подарки уже подарки все разыграны и прямые эфиры сейчас он сохранены можете посмотреть все сохранено но я планирую дальнейшем возможно еще что-то устраивать подобное а сегодня разыгрывали именно с клиникой так как мама мама прекрасно спасибо большое мама вообще у меня золото уже потому что она мне очень помогает мы с ней вдвоем растим малышку вот у меня есть время работать есть время заниматься за собой то есть мы и я естественно даю отдыхать ну то есть она мне просто помогает допустим если мне надо к самотологу с удовольствием посидеть с ребенком спортзал подытожив но с удовольствием только за все остальное время все остальное время я с малышкой дима дима и еще забыл что у нее есть ребенок вы о чем у димы этот его корона мозг проел спасибо большое когда дима последний раз видел в прошлом году как бы это не звучало но в прошлом году последний раз видел да честно сам все просрал я не знаю я я считаю что нормально да если у родителей что-то не получилось ребенок ни в чем не виноват и как бы это нормально что там он бы общался но при этом должно быть нормальное общение вот короче не хочу я не просто сам потом поймется его очень много накрутили вот правда я даже знаете наполовину вот он сам такой человека полна половину от его накрутили еще почему сто процентов плохого человека ну не плохого на просто бесчеловечного так спасибо большое сколько сообщений сейчас я пытаюсь ловить что-то ну не знаю на чем он там будет но мужчины которые думают что такие мы сейчас погуляем там она перебесится а потом когда ребенок вырастет я приду и поговорю с ребенком она все поймет это очень глупо ну правда так не надо делать так не будет я думаю он на то и рассчитывает на брекеты да я почему так сейчас так самотологу сейчас езжу мы заменяем все пломбы я подготавливаю зубы к брекетам воды воду с ровными сегодня белья не делала покрасила прядем розовый видите уже такой непонятный цвет на самом деле уже не яркий какой-то нос проколю я честно ищу каждый день пирсинге вот эти вот кто бы мне смог проколоть на ничего не могу найти хочет именно аккуратно аккуратно чтобы проткнули все это было красиво все и хочу кольцо носить сразу же но сразу же нельзя надо будет ходить гузиком долгое время там только ставить кольцо что насчет тату сделал да я не планировал татуировки делать только думала татуировку связанную с миланой но пока пока решила вы подождать с этим пока не буду не горит димина родители пропали также как и дима сам последний раз на нового года не писали короче все все хорошо все нормально ничего не поймёт когда даже старший конечно не поймет господи там нечего понимать я и не рассчитываю то что он поймет это и говоря о том что он только думает возможно так я это мое предположение что пройдет время да и он появится и все в итоге нет на самом деле очень важно еще общение твое мне его один друг совсем недавно говорит ир я там скоро увижу с димой давай с ним поговорю может мне попробовать что-то донести может как-то я смогу объяснить потому что я там хотим и общаюсь но не не соглашайся не соглашайся так сказать короче он не одобряет его поведение но при этом как бы он с ним общается это было вот недели полторы назад такой разговор и я сказала конечно что уже не вариант уже все но поздно и он мне потом сказал то что он пытался поговорить с димой говорил ему какие-то советы что пробуй там налаживает на общение все-таки там твоя дочь но дима в отказную пошел типа нет 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 но естественно мне это уже не надо после такого перерыва до после всего что было но мне это спасибо очки не хочется так скажем просто я к тому что почему сказала про друга к тому что где были вот эти друзья раньше но то есть когда только вся фигня пошла мы почему вообще изначально с ним поругались уже после расставания вот мы расстались с ним я родила помните он приехал ко мне на выписку то есть я сказала что ну хорошо мы будем с собой дальше общаться нормально ради ребенка с его родителями также поговорила и говорю наши отношения с димой никак не влияет на ваше общение естественно у нее есть бабушки будьте общаться все будет хорошо в итоге происходит ситуация где на меня пытается нависить то чего нету это было вот после родов неделя прошла я даже из дома то еще не выходила помню по стеночке ходила я звоню диме городе дим что происходит и говорю разберись пожалуйста в этой ситуации кроме неприятно я говорю я даже из дома не ухожу не могу как бы за себя постоять дима пошел в отказную игру хорошо я сама решу эту проблему я позвонила его родителям и говорю поговорить из димы игру такая такая ситуация ваш сын творит некрасивые вещи сейчас вместе со своими друзьями говорю мне ну больно мне плохо ну его мама сказала там что а чё я сделаю ир ну ты успокойся я ничего не сделаю как бы он меня не послушает а ты иру успокойся я говорю хорошо решу саму проблему как на этом все потом все время так с вами за разыскровенчила думаю если мне это боком еще выйдет ну да ладно потом короче через время уже снова начали общаться даже сколько там недолго мы прообщались скажу еще неделю мы прообщались наверное более-менее нормально потом снова начались какие-то разговоры сравнение с бывшими какой-то круче вот там опять полилось где вот так все продолжилось вплоть до нового года на новый год я сама ему позвонила я говорю хочешь приедь пообщайся с ребенком все окей будем пытаться будем стараться он мне потом позвонил в новый год говорит типа ради ребенка давай общаться нормально говорю хорошо я наступлю себе на горло забуду все обиды и буду стараться итоге происходит снова ситуация с от его окружения ну и он как бы не постарался даже не попытался меня никак понять снова вот в этой банде варился поэтому там и остается а потом через месяц приходит мне пакетик со смесью которому не едим просто вообще вот если брать тему отцов да я честно не понимаю откуда некоторые точнее понимаю что у нас сейчас видимо так люди привыкли жить не получилось ничего с женщиной да можно приезжать там раз в месяц раз в месяц и заявлять что ты отец а потом на всю страну кричать я супер папа я молодец я герой прихожу к своему ребенку но ненавижу я воскресенских отцов но вот это мое мнение извините возможно кого-то там затрону сейчас но я честно я этого не люблю одно дело когда вы с бывшим как друзья и это возможно да то есть просто мои отношения ко мне уважительно до сих пор относятся и ну вот нынешние отношения да то есть ну как сказать должно быть уважение в первую очередь то есть если нужно чем-то помочь человек относится к тебе как к своей семье он первым делом идет тебе помогает ну то есть ты должен быть на уровне с его семьей а так приехать обострать свою бывшую за спиной а ее облить грязью пойти с кем-нибудь пошпехаться потом говорить о том что ты классный батек я такое не приезжает не про кого-то говорю вообще обобщаю так скажем я такое не люблю просто желт от вида так и есть конечно и главное никто вот реально никто не попытался ему не знаю может кто-то попытался но никто не сказал дим включи голову то есть его друзья только ему сказали молодец чувак ты молодец вообще ты правильно все делаешь я человек добрый я очень многое могу принять и очень отходчивое хоть и эмоциональное бывает но я отходчивый человек просто так ладно все это все опыт ранит просто опыт остался и все я даже знаете пыталась представить картину вот что если бы мы там продолжили пожить вместе что из этого бы вышло даже фигня вышла бы честно я постоянно была бы какая-то не такая постоянно бы старалась перед ним лебезить делать все правильно при этом бы ребенок у меня на руках был зачем она мне надо воспитываю ребенка вообще человек самостоятельный ну как вы достали советчик она растет ребенка ежедневно с ней все заботы на ней так с чего так не успевают так с чего ее дочь станет ненавидеть ира еще молодая красивая с чего у меня дочь станет ненавидеть реально вы что мне повезло мне очень повезло что все у нас на просторах интернета и моя девочка если она вообще заинтересуется когда-нибудь этим она сможет зайти в интернет и увидеть все просто все как все вот эти гулянки по стрипушникам пока я после родов какие-то тусовки оскорблений это все сохранено в конце концов я тоже ну понимаю все никто меня ненавидеть не будет это все глупости наоборот представьте ваш ребенок видит общение ваше с вашим там бывшим да и она видит как папа не уважает не уважает ее маму а почему она тогда будет слушаться и свою маму если даже папа маму не уважает это очень важно что лучше мой ребенок будет видеть во мне там свою маму будет понимать то что мама плохое и не посоветует мама личность мама знает что и как и будет идти за мамой чем она будет видеть какое-то плохое общение с ее мамой она будет потом также позволять себе общаться со мной поэтому нету я тут не согласна да скажи уже да скажи уже всем что он по мальчикам он реально не ой ой ребятки я не знаю конечно откуда вы такое берете не знаю чем он дышит чем живет поэтому так по поводу этой ситуации с баулами просто вот реально взяла с собой человека бывшего участника чтобы в случае чего как бы он был рядом был увидел всю ситуацию потому что я понимал что я иду в этот змеиное логово грубо говоря грубо говоря тут неправильно меня поймете в плане того что многие люди там очень много гадостями делали и пришла люди стояли в метре от меня тот про кого вы говорите стоял в метре от меня все мои вещи были разбросаны баулы мои были открыты я забрала свои вещи забрала свой чемодан еще у меня пропала подушка для беременных я ее ходила и спрашивала у девчонок никто ее не видел никто не знает думаю че ну не у всех конечно спросила вот суть в том то что пропали у меня вещи я все все прекрасно видели что я находилась на первом этаже в метре от меня стояла вся эта компания разговаривали и ну просто человек ловит хайп вот и все еще неизвестно куда мои вещи пропали вот поэтому я очень аккуратный человек и если я даже подвину чью-то сумку и там не знаю вот не сумка это этот баул если бы даже подвинула бы не то чтобы открыла я бы уже спросила можно ли это подвинуть ничего ли там нету что что это там может этот разбиться и так далее ему так удобно что ты его не пускаешь типа ты виновата на самом деле он больно то их конечно ребята что сто процентов он все делал чтобы такая ситуация получилась типа знаете ну если он сам скажет то что я не буду приходить к ребенку это вот он он козел а если это будет мои из моих узнаете то что как бы иди-ка ты нафиг чувак ты здесь не появишься то есть он здесь ни при чем его руки чисты так скажем почему сюда волосы распущены да нет не всегда почему я их закалываю закалываю но не всегда не знаю вообще хочу сделать этот у меня ушки лопухи видеть вот так сейчас у меня вот так она да правда что он с бывшей сейчас это откуда такая информация не знаю некрасивая ситуация с этими был да конечно ребятам там столько всего столько г реально глупый человек только будет вестись на это просто я говорю у меня единственный вопрос возникает где совесть человека вот реально твои друзья делают нашу жизнь хуже а ты сидишь и ничего не делаешь тебе просто плевать тебе только это на руку и ты вот так вот делаешь вот классно вот ей ей плохо вот давай еще вот это вот и сделаем вот это вот сделаем вот я представляю эту картину именно так то есть моей голове это вот так выглядит даже если тебе не нужен ни ребенок ничего не общение с этим ребенком это просто там была болел ну и должна же быть совесть должен понимать что эта девушка недавно родила эта девушка воспитывает все таки моего ребенка там не надо ее обижать ребят ну вот ладно мои обиды так скажем они такие подходчивая в плане того что я сейчас отпущу эту ситуацию но выводы конечно сделала вообще правильно знаете как делать кто-то обидел то говорите что я тебя прощаю я тебя отпускаю и все опять этот фильтр выкладываю почаще гороскоп выкладываю три раза даже написали хорошо завтра выложу я сегодня просто замоталась немножко мой бывший кот выпендривался на своем блин я не успеваю прочитать так не прогибайся и стой на своем если потом к нему дойдет все начнет хорошо к тебе относиться и видеться с дочкой не не вы че я такое не прощаю откуда у него совесть он первую семью бросил и бросил ой не хочу даже комментарии кидать насчет него потому что никогда нельзя обижать из детей инвалидов и одиноких девочек никогда и беременных беременных девочек после родов матерей одиночек никогда нельзя обижать меня это вообще я честно вот я беременных вижу мне хочется прям вот позаботиться не о них там оберегать как-то девочки после родов они такие тоже еще светятся вот это вот то что несмотря там на усталость не не этот на недосып и все такое но мне хочется девочки как-то ей помочь как-то вот я не смотрю как на ангела какого-то как это вообще бывает чтобы еще и обижать этих людей ну для меня это прям мерзкого очень лишь и родительских прав и все кого лишать родительские права только у меня что как я могла допустить такое именно родители видели внучку ну с его мамой я сначала общался и говорил что без проблем все будет хорошо я показываю по скайпу она же не в москве сейчас вот один минутец даже не написал мне не поздравил что тебе мне кажется подошел бы мужчина по типажу как сам не имею ввиду именно его просто типаж ну по поводу внешности я честно уже не не акцентрирую внимание мне нужен так скажем вот если в дальнейшем я захочу отношения то это именно такой герой знаете вот как вот раньше добивались девушек стихи им писали грубо говоря ну то есть ну такое не хочу какого-то медийного человека там кого-то блогера еще чего-то такого ну хочется такого простого простого счастья просто мужчина настоящий защитник семьи со семейными ценностями человечные вот первую очередь человеке это не человечность доброта если этого нету то и даже общаться будет неприятно трудно было расставаться проектом так я ушла в декрет в принципе я шла в декрет и все когда пошла новость о том что закрыли проект я спрашивала и говорила типа ну а что дальше мне говорили у тебя все хорошо ты в списках тех участников которые сейчас там много ты просто в декретном я сказала что так не подойдет не пойдет я узнаю о том что проект закрыт через интернет и с помощью станка выясняю только то что я еще в списках участников и так далее то что когда уже будет ясно что с проектом тогда там поговорим а так нет потому что если ты находишься на проекте допустим там твои короче во многом есть есть ограничение если ты участник проекта вот поэтому я сказала что нет и видите не прогадала потому что выяснилось что проект все-таки закрылся на самом деле я верю что проект станет на ноги я правда верю в этот проект я хорошо отношусь и к руководству и к самому телепроекту уверена что все будет хорошо просто ему нужно время спасибо большое за комплименты мне очень приятно с мамой живу бог все видите как да спасибо так есть сейчас я просто читаю ваши сообщения и отвлекаюсь а потом забываю что тут камеры я такая уткнувшаяся получаюсь столько вопросов по поводу моего отца приз приз отдали да сколько платят в москве детские я честно еще не разбираюсь по глупости я оформила какие-то пять выплат на днях но я вообще не понимаю пока ничего потом будет разбираться нет никто не пытался помириться все только за спиной умеют болтать все обосрала дима сама даже не вписала его свидетельство о рождении да что вы говорите а что я должна была его еще в свидетельство о рождении вписать а в попу его не поцеловать еще после всего дима сам обосрал себя а я просто отвечаю на вопросы ира ты хочешь в будущем второго ребенка я об этом задумывалась на самом деле я об этом задумывалась уже сразу после родов с одной стороны я сначала думал все никогда роды это вообще это капец а потом задумывалась что первый ребенок для себя любимый второй для хорошего мужа это все может быть вот ну не знаю пока нет пока надо посмотреть как с миланой все будет все дела может быть ну максимум двое двое детей как бог даст не знаю ир скажи я это сама понимала что если бы не малышка вы бы вместе и не были ему нравилось и другая я как сказать мне говорили а что если он вот вы расстанетесь то есть ребенком будешь одна я сказала еще тогда что в первую очередь женщина рожает для себя потому что никто не защищен тем более сколько случаев в браке люди бывают по пять десяти лет рожают все сколько таких случаев миллион никто не страхован в браке ты не в браке хоть ноги тебе на чем целуют облизывают пятки твои не защищен ты понимаешь не защищен как бы и те кто такие сейчас ярые эти хейтеры ну и те кого я знаю да которые что там про меня жалко не жалко ну посмотрим как у вас может жизнь длинная штука никогда никого нельзя осуждать вот никто никто не защищен брак не спасает ничто не спасает и я понимала что такая ситуация может произойти именно возможно поэтому я прошла эту этот этап прохожу ладно не буду врать я его еще прохожу достойно я считаю вот правда хоть иногда я показывала свою слабость но не всегда кстати показывала но показывала сбилась ну вот хоть я не всегда да точнее хоть я иногда показывала свою слабость но все равно это ну могло быть и хуже ну то есть я нахожу себе силы я там прям стараюсь как-то брать себя в руки и сейчас проделала реальную работу над собой ну то есть я понимаю что даже вот этот исход событий он ну неплохой потому что дальше возможно было бы хуже вполне конкретно наших взаимоотношений нашего общения и так далее поэтому вот так вот видите у меня еще после родовой вот это вот сбиваюсь иногда в смысле но после время беременности так произошло еще не отпустила так но все равно тяжело воспитывать ребенка одной я сама по себе знаю я сам один воспитываюсь да ладно ничего себе слушайте я прям удивлена здорово ну вот такие случаи редкие но меткие так скажем потому что в основном у нас да мы мужики такие ну не она так другая да и женщина растет ребенка мало когда мужчина берет на себя всю ответственность это заслуживает уважения ну вот это конечно никто не говорит что легко да но и не я первая не последняя малышка похожа на себя да нет ну на него кстати очень похоже особенно после родов я помню прям вот копия была честно была копия его а сейчас уже очень очень изменилась сейчас такая прям не знаю даже я честно вижу много в ней многое от себя то есть глаза его а так вот там лицо на меня похоже но мама моя говорит что нет мама моя говорит что Милана похожа на саму себя ну и на папу ну вот знаете вот там вы пишете Дима такой дима сякой да смысл ну в чем смысл про это нет смысла просто ммм возможно я стану для кого-то каким-то уроком не знаю моя история кому-то поможет жизни я уже буду этого рада правда потому что всегда нельзя, точнее, всегда нельзя, никогда нельзя рассчитывать на мужчину, всегда должна быть какая-то подушка безопасности, ты всегда должна понимать, что может быть разный исход, но единственное, я же понимала уже все в отношениях, что происходит, когда мы там ушли в декрет, там ни внимания, ничего, я понимала, я думала, блин, я хочу доносить этого ребенка, я хочу его спокойно просто доносить, родить здорового малыша, без нервов, без всего, у меня прям вот цель стояла, и когда меня что-то обижало, я старалась не взорваться, я старалась спокойно, прям, почему, кстати, многие мне говорили, да, на острове, да, на острове я взорвалась, потому что, естественно, у меня не было ни еды, ни врачей, я беременна, у меня токсикоз, жара, там люди вылетают, там мне говорят, что вылететь невозможно с островов, и я просто там, мне очень тяжело было, а в Москве уже, когда привычная еда, мама рядом, там все, я уже очень изменилась, я была прям спокойная, потому что, опять же, мне нужно было спокойно пройти беременность, и все, и я не устраивала никакие разборки ему, я старалась, даже я помню, он прилетел кто-то с отпуском, мы встретились на поляне, ебаровка нам подходит, такой, типа, вот, а ты что, там не соскучился, а вот ты вот это, а вот ты вот то, и я его там защищала, и говорила, нет, нет, у нас все хорошо, лишь бы, вот знаете, не поссориться, потому что, если вы беременны, да, потому что мне многие девочки пишут, которые столкнулись с такой ситуацией, если вы беременны, что-то у вас там не лается в отношениях, просто, ну, поставьте себе, выставляйте правильные приоритеты, что первым делом, да, вы должны выносить здорового малыша, мужики, это дело уже второстепенное, третьестепенное, десятистепенное, в первую очередь, это вы и ваш малыш, если вам лучше, короче, мы поняли, главное, спокойствия, и все будет чики-пуки, что-то я уже разошлась в разговорах, с каких пор запись в документах влияет на отношение к ребенку, вот я тоже не понимаю, правда не понимаю, а еще типа, Ира-то не вписала его в свидетельство, а типа, с чего бы я должна его была вписать в свидетельство, нет, спасибо, ой, что-то много про него, слишком, чего я не поняла, с каких глазами, глазами, чего будет ее приглашать, он весь, чего, он весь на изжоге был, когда не выиграл, а, да, вот девочки меня понимают, мысль теряется после родов, вообще, я еще на самом деле не выспалась я сегодня, я встала сегодня в 10 утра, легла в 5, в 5 мы легли с Миланой, и в 10 я проснулась, ну и у зубного была стоматолог, все-таки выматывает так немного, усталость, короче, ладно, что я могу сказать, если телка Шаронова, его забеременеет, интересно, что он делает, а чего за новости, я тут узнаю, не, я типа, знала, мне же присылали о том, что они там вместе, где-то стояли, что-то, чем-то там, не знаю, но в последнее время, что-то многие какие-то слухи, какие-то приносится, как зубки, брекеты ставить, да, брекеты буду ставить, подготавливаю сейчас, зубки свои, ничего себе, комментарий, ты лопоухой, дочке, надеюсь, не передалось, передалось, все, что передалось от меня, от мои уши, все, слушайте, нормальные у меня уши, что вы к кому-нибудь пристали, в конце концов, все в нашем мире делается, вот так будем делать ушки, думалочки, мои ушки, да, все самое прекрасное от матери, просто взяла, мои уши, спасибо большое за уши, Сибирь сразу красивые уши, что могу сказать, спасибо всем за прямой эфир, хорошо поговорили, буду выходить почаще, но это и не точно, как спасались от коликов, о, кстати, от коликов, актуалочка, мы пробовали, эспумизан, вообще не помог, что-то мы еще пробовали, я же не помню, как он называется, это, лактозар пробовали, вот, лактозар пробовали, мне показалось, что он помогает, но нет, самое лучшее, это укропная вода, просто она нас спасла, потому что недавно колики опять появились, я сходила, купила укропную водичку, там получается вот столько жидкости в этой баночке, вот столько нужно долить туда кипяченой воды, все это мешаешь, вставишь в холодильник, и так по 10 капель даешь, и теперь с каждым применением, но я не с 10 начинала, я начинала с 5, то есть 5 капель дала, раз, потом там 6 капель дала, 7 капель, и реально прям нормально и было хорошо, очень помогает, вообще эта вещь, боботик все советовали, но когда я пришла в аптеку, хотела купить боботик, его не было, мне посоветовали укропную воду, я прям рада, укропная вода, это вообще супер, супер вещь, ну и что, тебе кто-то пишет, укропная вода не помогает, ну и тебе каждому свое, надо пробовать, укропотик вот все советуют, я не знаю, кому можете на заметочку взять, боботик, прям советуют все, но мы, мы не пробовали, я не знаю, спасибо большое, и ради письмо, мы не общаемся с Купиным, поэтому как бы, все, ребят, ладно, спасибо за прямой эфир, я пошла, дела ждут, так скажем, все, всех люблю, всем пока, победителя, поздравляю, всем пока, чтобыsk Mmh, ont esos предсесс, если не попасть, вопросы, всем пока, чтобы не смог, знare бодроза, и так же, Продолжение следует...